С приветственным словом к участникам оригинального этапа 31-х международных рождественских образовательных чтений обращается Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Георгиевна Мерзлякова Ваше Высокопреосвященство, Владыка Евгений, Владыка Алексий, дорогие друзья, уважаемый Павел Владимирович Это очень важно, что сегодня 31-й раз собираются люди, которые имеют одинаковые мысли Может быть, одинаковые какие-то и сомнения, одинаковое желание сделать так, чтобы мы свою Россию, свое православное слово, свой народ уважали все вместе Потому что есть и другое мнение И сегодня Павел Владимирович говорил, что наша интеллигенция никогда не была одинаково сплоченной, одинаково думающей Наверное, этого и не надо Но для нас с вами важно, чтобы те люди, на которых мы можем повлиять, понимали, каковы наши корни И они у нас есть Я должна была говорить о вызовах Я написала их много, потому что вы знаете, с чем с чем А с вызовами мне приходится сталкиваться практически каждый день Но я решила сказать о добром О том, что у нас есть корни, что у нас есть опора, что у нас есть с чем идти в завтра И вот эти вызовы нас должны пугать меньше всего Мы просто должны опираться на то, чем богаты Богаты сильно Я остановлюсь только на одном из вызовов Это то, что сегодня происходит там, на полях сражений Куда наши мальчики пошли еще 24 февраля И вот сейчас во время специальной операции Душа болит у всех Мне выпала возможность посмотреть, как они там лечатся, учатся Как их моют в банях, это тоже для мам особенно было важно Но я хочу сказать, что я меньше всего, может быть, думала Я каюсь, владыка, встретить там наших священников И первая же встреча с отцом Романом Которая случилась в Сватово Где мы с ансамблем песни и пляски Центрального военного округа Праздновали День России И я видела, что вокруг отца Романа Было очень много священства Которое, в том числе монахинь Которое еще недавно считалось Что они должны обрести другую веру Что они живут на земле Украины И это ничего общего с московским патриархатом не имеет Более того, я видела, как в наш госпиталь Где начмет наш Александр Геннадьевич Абрамов Который начмет 354 госпиталя Где наш великий хирург Григорьев, который делал операции всем И местному населению И даже пленным украинцам Как туда приносили Настоящее православное слово Монахини из этого монастыря В этом большая роль отца Владимира прежде всего Поэтому вот не будь его там в то время Может быть, мы бы и спраздновали по-настоящему День России И мы все говорили хорошие слова И наши ребята пели И, Павел Владимирович, спасибо, что в это время были с нами И девочки из театра музыкальной комедии нашей Свердловской области И они тоже знали, что нужно людям там Но самое важное, на что я обратила внимание В госпитале было много достаточно икон, молитв То, что требуется, наверное, человеку, который получил ранение В первую, может быть, даже очередь Чем все остальные лекарства Пусть меня не критикуют наши доктора Потому что доктора там есть Золотые доктора Второй раз моя встреча состоялась с отцом Владимиром Отца Владимира я хорошо знала Он у нас окормлял нашу державу Это для бездомных Это для людей, которые, ну, нигде непрекаянными себя чувствовали И там он тоже оказался вместе Я была в этой бригаде перед боем И они вокруг него сплотились Я видела своими глазами, как ребята вокруг него стояли Он был востребован Он был нужен там очень сильно Когда мы проезжали мимо порушенных церквей А мы их видели в большом количестве там Мы на это обращали внимание Но я просила нашего полковника завести меня в какую-нибудь хорошую Настоящий храм Он говорил, нельзя Потому что храмы рушат сейчас А мы должны перед командующим В общем, не должны возить вас туда, где опасно И все-таки завез в храм Михаила Архангела Это был день памяти моего папы Я просто обязана была поставить свечу И с меня не взяли деньги Я говорю, нельзя Это же вот папин день Они говорят, батюшка запретил с русских военнослужащих брать деньги Мы будем за вас молиться Молились И это вы навсегда будете вместе с нами И когда я сейчас читаю А это основной, наверное, вызов Всякие сети Разные сети Это по поводу того, что наша интеллигенция разная И говорят, что вот Особенно там мы уже успели потерять большую часть православия Вот вы знаете, своими глазами видела Как мы там имели, обрели, вернули Самое точное слово Тех людей, которые всегда внутри были верующими Поэтому можно говорить то же самое о школах Тоже не разрешали мне заходить туда Потому что тоже не все просто Но когда мы захотели, мы видели Моя любимая, великая княгиня Ольга Была названа киевской княгиней И только-то Поэтому я много еще могу сказать Они на историю обратили большое внимание И лет 30 они этим занимались Искажением той истории, которая нас объединяла Поэтому сегодня мы 31 раз здесь собираемся И мы должны сделать все возможное Чтобы вот наше слово Наши люди, которые здесь собираются Были востребованы в лучших учебных залах Были лучшими просветителями Потому что я сегодня сама послушала всех выступающих Мне очень тяжело после них выступать Потому что это действительно каждый сказал слово Не просто искренне Но слово, которое должно быть востребовано нашим населением Я считаю, что у нас еще много Каких-то казенных уроков В том числе патриотичных У нас каких-то мероприятий казенных достаточно еще Поэтому мы должны здесь, этим залом Сделать так, чтобы каждый из нас Сделал все возможное Чтобы быть там, где мы должны быть услышаны Благодарю вас АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...